Слава Иисусу Христу! Слава навеки! Богу Святому! Аллилуйя! Приветствую всех братьев, сестер! Привет всем с Киева, с парка Киота, вместе с Андреем, с братом. Здесь мы общаемся. Драгоценный брат приехал из Минска. Вот, и люблю очень Андрея. Слава Богу, человек помазанный и в служении, с уникальной судьбой. Вот, и я, в общем-то, восточную культуру мало знаю, он больше знает намного. Но часто прогуливаю здесь, вот по парку, именно парку Киота. Этот парк, для тех, кто, может быть, еще не знает. Мы сейчас находимся в парке Киота. Это парк, посвященный столице Японии, старой столице, древней столице Японии, города Киота. Я не знал раньше тоже, но даже когда в Киеве жил несколько лет, я не знал об этом, что, оказывается, Киота и Киев, это города по-братимам, оказывается, даже. И этот парк, он был основан еще в советское время даже, но его так вот не развивали. А сейчас там сакуры высажены. Вот, весной было просто потрясающее зрелище. И вот здесь вот очень красивое место такое, прудик, там водопадка работала, сейчас не работает. Вот, и вот такая пагода стоит, значит, камни, сад камней. Очень интересное место. И вот прогуливаю здесь часто, молюсь не только за Киев, конечно, не только за Украину, но и за Японию, за Киота непосредственно, ну и за пробуждение на востоке Японии, в стране восходящего солнца и по всему востоку, ну и по всему лицу землетнего, словом. Слава Богу. Вот, и Андрей сказал как раз по поводу пагодин, допустим, о ее символизме, да? Да, видно, что в благоустройстве этого парка постарались ландшафтные дизайнеры Японсин, потому что все материалы, которые они привозили, все соответствуют фонари, пагоды, которые символизируют стихи природы. Стихи. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Земля, вода. Огонь, воздух, эфир. В пространстве, да, эфир. Ага. И также три состояния обычные, это вот ум, разум, да, и чистое состояние, вот эти состояния природы кундуизма. В кундуизме природы брахмана абсолютно. Бухизм, он вырос из индийского, поэтому символизм он перенял, инкультурировал, немножко переделал, но в целом сохранил очень много. И как бы вот чистота пруда, она символизирует чистоту сознания, просветления Будды. Ну, Будда это принцип, это просветленного сознания. Камень это символизирует вот саму природу просветленную, что несмотря на, она как-то тоже как камень встроенная. А корявые сосны, они должны подчеркивать вот эту чистоту и ровность пруда, то есть важность вот этой ровности сознания. То есть природа, умение на Востоке видеть в природе божественно, это их черта, японцев, китайцев, они очень много, и японская культура очень много. Вот синга, да? Китайская, да, путь богов, путь богов у них. У них каждый камень это определенное божество, камень, камень на японском, да. И просто синтаизм он и инкорпорировался в буддизм. И правда может существовать в чистом виде. То есть он есть в чистом виде, который, а не наоборот, антагонисту буддизму. И есть смешанный буддизм, синтез буддизма. Я просто тоже и разговаривал с людьми, которые в Японии жил, значит, не один год. И вот там, допустим, храм святого Николая в Токио, то, значит, многие представители синту приходят туда, вот этот храм, значит, и очень, особенно на праздники любят. Нихарайго, Николай, Нихарайго. Вот интересно, значит, и то есть как бы есть у них, у японцев, да, вот такое как раз, не знаю, приобщение культуры, да. Они сидят на татаме там, они не стоят, у них снимают обувь, потому что они не могут представить, что в храме можно обувь находиться. Они снимают, у них там татаме, они сидят, сидят, слушают, поют на японском. Вот. Они пробовали тоже там переобщить их к церковно-славянской культуре, но поняли, что это совершенно бесполезно. Ну да. Конечно, другая культура совсем, это другое восприятие, да. Другой народ. Слава Богу, что Христос, Он во всех народах. Христос приходит к любому народу, да, и удивительная способность такая. Да. Кстати, веками еврейский народ вырабатывал тоже такую способность уникальную, как раз именно вот в разных народах, в разных племенах, в разных культурах существования, да, развития, жизни. Вот. И... А сам Иисус, Он действительно спаситель для всех. Уникальность еврейского народа, что это, в принципе, даже не, как сказать, не в узком плане однокультурная какая-то единица, потому что вместе с Авраамом там десятки племен разных семитских пришли, через обрезание они стали народом Божьим. Ну, конечно. То есть через приобщение к религии. Увы, это... Есть такое понятие ги-юр, есть такое понятие ги-юр, да, прививание. Да, прививание. Вот. И, к сожалению, вот эта вот сторона плотская крови, она возобладала. То есть восприятие мира и трагедии еврейского народа в том, даже вот каббалист Раф Лайтман, он говорил, что трагедия в том, что мы перестали нести свет, торы, миру. И поэтому многие народы, даже которые совершенно вдали от нас, они возненавидели нас. Ну да. Так как мы не справляемся со своей изначальной функцией. Да, я прав. И вот Холокост, это все следствие, это все следствие этого. И вот, и, ну, это опять-таки для того, чтобы евреи исправились, потому что вернулись к концу. И к своему призванию, да. А сейчас роль евреев исполняют христиане. Мы в этом плане... Потому что привиты, потому что мы вместе, у нас общая судьба, да, общая традиция, общая, ну, все общее. И, кстати, ведь действительно, есть свет, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. Свет Машеха, свет Христа. И Он через нас, верующих, да, с разных народов, с разных племен, да, вот через вот этот киюр божественный, да, привитие даже диких ветвей, самых даже дичайших ветвей, Бог прививает и делает их здоровыми, делает их природными, естественными, плавносящими. Слава Богу. Притом, привитие кровью не нашей, да, не плоской крови, не отрезанием крайнем плоти, а кровью Спасителя. Да, да, кровью Спасителя, да. То есть это связь, которая нас связывает на веке. Отрезанием Христова, да. Связь, которая, на самом деле, глубинная, она глубинная, да, то есть она... Глубже ее не может быть. Да, да, да. Кровь Иисуса Христа. Слава Богу. Да, можно чуть-чуть пройти сюда, наверное, еще. Пусть будет так, да, вот. Вот, слава Богу. И здесь... Здесь вот на... В этом парке, вот, здесь вот, возле воды, сегодня вообще особенный день, да, вот хочу их... Как раз человеку сегодня, молодому человеку говорил о Христе, о преображении. Вот, сегодня так получилось, перед встречей, так даже задержался чуть-чуть, так неожиданно такая встреча такая, и человек прям вот, такое ощущение, что вообще никогда не слышен вообще ни о Христе, ни о преображении, там, я ему рассказывал, потому что он вообще-то настолько удивлен. И это удивительно, что порой люди рядом живут и не знают о Христе, и вот думаю, надо же, вот, свет Христа, он является через... Евангелие, да, через вот наше благовестие, через какие-то чудеса, знамения, там, я не знаю, по-разному, вот, через добрые дела, через все является свет Христов, свет Бога в нашу жизнь. Порой через, там, кинофильмы какие-то, допустим, там, размышления, книги, вот. Вот, и сегодня молюсь в этот день преображения о том, чтобы действительно, вот, наше личное преображение происходило верующих этим светом, не вечерним, как говорится, да, светом нетварным, светом вечным, самим Иисусом. Слава Богу! И вот есть понимание света, да, таинства, так или иначе, вот, этого в разных религиях, традициях, да, на Востоке, потому что есть понимание вот этого, и поиск, и жажда этого у человека. Потому что душа каждого живого существа, она связана с Богом, так или иначе нельзя сказать, чтобы вот какие-то народы наградил, а какие-то совсем обделил, чтобы они там упадшили с комсами. Такого быть не может, поэтому какое-то представление о Божьем промысле правды существует во многих людях, но, к сожалению, они замутненные воды, нет той чистоты, которую дал Хрис Вас, потому что это чистота Его жертвы. Именно кровью мы чисты, кровью Его жертвы. Иисус явил Бога вообще, явил, да, слава Богу, поэтому благоставляю всех вас, друзья, во имя Господне, благоставляю и молюсь о пробуждении и на Востоке, в Японии, в стране восходящего солнца и в странах заходящего солнца. Пусть во всех странах, во всех племенах прославится имя Господне, имя Иисуса. Воссияет Господь, живой Спаситель наш. Он самый прекрасный, самый удивительный. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благостави Господь, Боже, Киото, благостави Японию, благостави Господь страны Востока, народы Востока и Запада, благостави Господь, Боже, сегодня Израиль, благостави Господь вернуться к действительному призванию, к своему Испасителю, к Машиаху, к Искупителю, к тому, кто действительно, Ты ведь есть наш Спаситель и Господь, Ты есть свет, просвещающий все народы и слава народу своего Израиля. Аминь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе миль. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу.